Друзья, приветствую! Задали вопрос, какие самые ценные уроки я для себя изблёк из своих провалов и неудач? Интересный вопрос и не самый простой, потому что рассуждать о каких-то удачах и победах всегда, конечно, приятнее, чем о неудачах и провалах. Хотя я все свои провалы очень ценю и все какие-то неудачи, потому что чужие шишки не болят и обычно мучаешься именно на каких-то своих неудачах, когда они случаются. И в этом плане их ценность, что это опыт, который делает тебя, ну если ты правильно к нему относишься, как ты его анализируешь, то делает тебя сильнее и лучше. Вот поэтому постараюсь ответить на этот вопрос, насколько получится в этом плане. Сейчас как раз вот мы выехали в Турцию с детьми на море. Сейчас покажу. Вот море как раз пришел в утренний заплыв делать, пока все у меня спят дома. Хочу искупаться, вернее поплавать, тренировку сделать. Но перед тренировкой как раз дорассказываю, дорассуждаю на эту тему. Итак, по провалам. Я делал отдельные ролики, возможно вы их смотрели, где детально рассказывал об основных своих финансовых провалах. Под этим роликом тоже дадим ссылку, кому актуально, посмотрите. Я достаточно подробно расписывал о том, как что у меня происходило. Первый такой серьезный провал у меня был в 2008 году. Если вы помните этот период, не все, наверное, столь того возраста, который позволяет этот период, помните, для кого-то это было еще совсем неинтересное в плане финансовое время. Тогда был финансовый кризис и фондовый рынок упал за несколько дней, буквально за три дня в августе на очень-очень много процентов. И я тогда потерял, то есть я до этого времени начал с 2005 года, когда я прочитал Киосаки книгу. Для меня это было открытием, я за это ему очень благодарен. Киосаки для меня открыл мир инвестирования и мир бизнеса. Я до этого, в принципе, не понимал, что это есть. Вернее, как-то очень отдаленно, конечно, слышал. Но мне казалось, что это вообще никак не про меня. И я начал инвестировать на фондовом рынке, потому что это было наиболее то, что в тот момент капитала особо не было, естественно. И я взял то, что самое доступное. То есть на фондовом рынке, благо, можно было, как и сейчас, инвестировать хоть одну тысячу рублей. Ты можешь найти какие-то варианты. И я так и начал инвестировать. Постепенно начал погружаться в это все больше и больше. Начал проходить разные программы, обучающие по активной торговле, по трейдингу. И в какой-то момент стало получаться все лучше и лучше. И за период 2005, 2006, 2007, 2008 годы был очень бурный рост фондового рынка. И как это нередко бывает, ты начинаешь думать, когда все растет, не трудно начать считать себя гением, что это же я молодец, это же я вот обучался, разобрался, научился правильно работать с рынком, заработал хорошую довольно прибыль себе, ну и действительно это было так. Повторюсь, ты в этот момент обычно не думаешь, что это произошло исключительно или в большей степени не благодаря твоим каким-то гениальным навыкам, а в основном просто потому, что тебе повезло попасть в фазу роста. Когда все растет, ну и твои активы растут, и какие-то твои ошибки обычно нивелируются общим ростом. И такое часто можно встретить вот в периоды такого активного роста фондового рынка. Так было и у меня. То есть все росло, росли мои активы, я был уверен, что все, я понял мир финансов, открыл источник, как на самом деле зарабатывать деньги, Уоррен Баффет все там нервно курит в сторонке, и я все знаю. Ну, собственно, август 2008 года, за три дня я потерял 95% денег, поскольку, как самый умный в тот момент, торговал с плечом, естественно. И чему меня это научило в тот момент, чему я научился? Ну, первое, первый какой опыт, что больше с тех пор я, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли, наверное, никогда, ну, либо, может быть, это было где-то там совсем как-то чисто ради теста, какие-то мелкие суммы, но скорее ответ будет, никогда не использовал финансовые плечи в активной торговле на фондовом рынке, ну, вообще на фондовом рынке. Я использовал финансовые плечи затем активно в инвестициях в недвижимость, в виде ипотеки, это да, но на фондовом рынке больше нет. То есть, это для меня сегодня очень четкий такой принцип и правило, что не использовать финансовые плечи на фондовом рынке, это прямой путь к серьезным потерям. Потому что, почему получилась такая, такие потери, минус 95%, потому что ты используешь плечо, и у тебя плечо работает ускорителем как вверх, так и вниз. Пока все перло вверх, естественно, я зарабатывал за счет плеча больше, ну, то есть, я брал в кредит деньги брокера, на них покупал какие-то активы, все росло, я зарабатывал больше, чем платил по кредиту брокеру, ну, и все было прекрасно до тех пор, пока не началось резкое падение. Ну, а там начинаются марджин-коллы, начинаются другие веселые вещи, там принудительные продажи и стоп-лоссы включаются у всех, и, в общем-то, очень быстро все сливаешь. Вот за три, я думал, это невозможно, но вот оказалось возможно за три дня слить все. И я, хотя тогда вот потерял довольно заметно в тот момент для меня сумму, считаю, что это был очень ценный опыт и вот правило, что не стоит лезть сюда. И, возможно, кого-то эта мысль тоже убережет, хотя есть большое подозрение, что те, кто сегодня занимаются активной торговлей, с плечом точно так же уверены, что у них-то это Николай был тупой, а я-то знаю, как устроен мир, и я умею правильно выстраивать систему защиты от этого дела, то есть выстраивать свои, собственно, стоп-лоссы, выстраивать конструкцию, которая будет безопасна. Ну, что ж, как я говорил, чужие шишки не болят. Надо обязательно своих понаделать. И это первый момент. Второй момент. Тогда я для себя понял, что не стоит делать ставку только на фондовый рынок. Особенно в России. Это стало ясно уже тогда, что российский фондовый рынок, ну и в принципе фондовый рынок, это довольно зыбкая почва. Да, в целом, как бы, долгосрочно это интересно, но, ну, давайте так, тогда я этого не понял, потому что тогда еще не было, собственно, у меня этой самой долгосрочности были только потери, поэтому в тот, это я уже добавляю на текущий момент, но в тот момент это как раз понимание зыбкости вот этой истории, что ты можешь, в общем-то, довольно быстро потерять много, потому что даже без плечей там потери были очень серьезные. Затем это отыгралось, то есть, если бы я без плечей торговал, если бы у меня не было принудительных продаж, если бы я просто держал эти самые акции, то довольно быстро они отросли после 2008 года, и к текущему моменту все было бы очень даже неплохо, но вот так. Поэтому первый для меня такой опыт, которому я научился, и первый принцип, это не заниматься активной торговлей с плечом, и не заниматься активной торговлей вообще. Я тогда еще раз пересмотрел формулировки Баффета, который, собственно, в своих эссе, посланиях инвесторам, неоднократно про это пишет, что, ребята, хорош трейдить, давайте заниматься инвестированием долгосрочным. Сегодня я с этим абсолютно согласен, поскольку несколько лет активно торговал, и более того, я знаю людей, у кого действительно успешно получается торговля, то сегодня у меня уверенность, что либо ты должен прям торговать профессионально, то есть те люди, кто торгует активно, повседневно, это люди, которые вот для них это основная работа, основной источник дохода. Они занимаются нон-стопом только этим. Да, они преуспевают, да, они системно могут делать неплохую доходность в районе, ну неплохая это что, в районе 30-40% годовых стабильно, иногда даже 50%. И это очень неплохо. Но это именно работа, которую, причем это люди, которые вот десятилетия уже этим занимаются профессионально. Но если ты надеешься как новичок зайти сюда и хопа, и как-то легко и быстро преуспеть, то не стоит. Следующий такой большой провал, я также о нем рассказывал, это с новостройками. До сих пор, до сих пор, я в 2014 году купил две новостройки, ну, купил больше тогда объектов, но с того момента, как бы, я много объектов покупал, несколько десятков объектов недвижимости, но две новостройки, купленные в 2014 году, до сих пор не построены. Одна из них, правда, на одной уже вообще абсолютный крест я поставил, на второй шансы есть. Ее, наконец, спустя 10 лет, только вот сейчас, как-то там достраивает государство, это в Звенигороде компания СУ-155. Причем, когда я покупал эту новостройку, в тот момент, в 2014 году, компания СУ-155 была самым крупным застройщиком страны. И я был уверен, как-то наивно, что это же крупнейшая компания, она строит больше всех в стране, и государство не даст ей банкротиться. Ведь это же, ну как можно позволить, самому крупному игроку, который строит для, в тот момент, наверное, для порядка сотни тысяч человек, жилье, как можно позволить ей взять и рухнуть, и просто вот так вот слиться. Ничего подобного. Без проблем позволили. Компания благополучно обанкротилась. И до сих пор, ну вот у меня в Звенигороде, до сих пор вот достраивается этот объект. В момент, когда я записываю это видео, но в этот момент сейчас там действительно какая-то стройка идет. Наконец там что-то сдвинулось. Но до этого было много-много-много лет судов, перепрыгиваний с одного застройщика на другого, кому передавали этот объект. И в этом плане какие уроки для меня? Первое, то, что не надейся, да, что государство там где-то что-то как-то поддержит. Это может, иногда и где-то повезет, и так произойдет, но точно не стоит делать на эту ставку, что это крупный игрок, это государство, а это значит все будет в порядке. Нет. И после этого были другие прецеденты. Urban Group, довольно крупная компания, влетела в проблемы. Ну и еще целый ряд застройщиков. Поэтому с новостройками в этом плане надо быть очень-очень осторожным. Можно влетать. Да, в текущий момент после введения скроу-счетов ситуация действительно стала более безопасной для дольщиков. Это так. То есть вот как только стали вводить скроу-счета, но в чем идея, что деньги не даются сразу застройщику все, он не может их все взять и куда-то протратить или вывести. Они хранятся на специальном счете в банке, и банк партиями выдает эти деньги. Условно построили этаж, вот вам деньги на следующий этаж. В этом плане действительно схема более безопасна, но все равно со стройками проблем может быть очень много. Это был такой ценный для меня опыт. Но несмотря... То есть вот этот негативный был, скажем так, на некоторых первых объектах, которые я запускал, затем, к счастью, весь следующий опыт с новостройками у меня был позитивный. То есть я покупал... Даже вот сейчас затруднюсь сказать, сколько именно, но можно по ипотекам посчитать. Вот ипотек я брал за свою жизнь 25 штук к текущему моменту. И... Ну, в основном это были новостройки, хотя не только были и вторичные объекты, но в основном новостройки. На остальных, в основном, я очень даже неплохо заработал. От прироста стоимости, от сдачи в аренду, там разные были проекты. И... Но, тем не менее, то есть новостройки не все так шоколадно, как это нередко кажется. Следующий из моих провалов, о чем я тоже рассказывал, я влетал в 2018 году в пирамиду. Причем, поскольку я в основном практически все, что я делаю, освещаю, показываю, то есть люди, кто просто повторяет мои действия. Теперь я уже говорю, ребята, все. И то, что делаю я, это делаю я. Вы вот хотите повторять, повторяйте, но чисто на свой страх и риск. А по-правильному не повторяйте, а разбирайтесь в детальном вопросе, сами погружайтесь. Что-то, может быть, какие-то мои идеи вы будете брать на вооружение, какие-то скажете, что нет, это авантюры Николая, мы лучше посмотрим со стороны, и это тоже правильно. Особенно сейчас, когда у меня все-таки по сравнению с большинством зрителей совсем иной опыт, иной капитал, и повторять мои действия, поэтому не стоит, либо очень аккуратно это делайте, а думайте сами, решайте сами. Но тогда я влетел в пирамидальную схему в одном из проектов, и это был проект Smart Share. И чему научился тогда, то есть какой опыт для меня был, что нередко гениальные проекты и пирамиды очень близки по своему виду внешнему, и если ты видишь, вот, наверное, это, наверное, такая ключевая мысль, что если ты видишь сверхдоходность, то она никогда не бывает на пустом месте. То есть есть некие разумные цифры рыночные, околорыночные, условно, ставки по депозитам, например, могут быть там рыночные ставки 6-8%, может быть. Ну, в зависимости, это, конечно, зависит от ключевой ставки центрального банка, она в основном определяет ставки по депозитам. Ну, например, например, там депозиты сегодня 6-8%, если кто-то предлагает вдруг 10%, сразу вопрос, почему? Потому что это выбивается с диапазона рынка. Если мы говорим про инвестиции там в облигации крупных компаний, это может быть, допустим, 10-12% в компании, если мы берем такие, не самые крупные, но достаточно надежные. Если берем высокодоходные облигации более рискованные, это может быть, например, рыночные ставки 15-20%, допустим. Но почему? Это более высокий риск. Но опять же, как только ты видишь, что это сильно выбивается, доходность из этого диапазона, то первый вопрос должен быть, почему? С какой стати они дают сильно более высокую доходность? И если бы все было хорошо, просто и шоколадно, то такой бы доходности не было. Затем мы берем, например, если мы инвестируем в займы бизнесу, напрямую, прямые инвестиции в бизнес, то в текущий момент разумные диапазоны это что-то типа 23-24-27%. Это вот те цифры, которые разумно малый бизнес может отдавать с одной стороны, другой, по которой принимать деньги. И если цифры сильно выбиваются из этого диапазона, то опять же вопрос, почему? С какой стати? Там может быть и разумное объяснение, что компания там впервые делает заем, и поэтому, поскольку они новый игрок на этом рынке, они вынуждены давать более высокую ставку. Но это прежде всего вот такой звоночек понять, а почему же доходность-то выше? А когда идет сверхдоходность, ну, сверхдоходность это что? Это, допустим, я бы задумался все, что выше 30% годовых, если где-то обещают. Особенно, если обещают. То есть потенциально-то понятно, что многие, допустим, акции могут дать там по итогам года гораздо больше 30% годовых. Но когда идет доходность, скажем так, заявляется близко к гарантированной, как по займам, то это уже звоночек там много раз проверить и задуматься, собрать дополнительные отзывы, провести там, заказать дополнительный анализ сторонний. Все ли это действительно так, как заявляется. Ну что ж, такой довольно длинный ролик получился. Надеюсь, что некоторые из этих уроков будут для вас полезны. Напомню, я рассказывал о том, какие некоторые уроки я для себя извлек из своих провалов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне хотелось бы, чтобы этот ролик оказался полезным не только с точки зрения моего повествования, но и чтобы вы поделились вашим опытом. Напишите, какие у вас были самые яркие провалы в плане финансов и инвестиций и чему вы научились из этих провалов. Вот я и сам с удовольствием почитаю ваши комментарии и уверен, тем, кто смотрит этот ролик и кто хочет научиться, будет крайне полезно поучиться на чужих ошибках. Пишите, жду вас. Друзья, некоторое время назад мы запустили онлайн инвестиционный клуб Финанс 1. Что это такое? Во-первых, это сообщество. Это возможность общаться с единомышленниками в инвестиционной сфере. Это возможность получать ответы на ваши вопросы. Это возможность учиться у ваших товарищей. Инвест-клуб это также обучающий курс, который я для вас подготовил. Он называется Путь инвестора. 25 модулей, где мы последовательно проходим все основные инвестиционные стратегии и инструменты, которые вам могут понадобиться. Начиная с самых азов и заканчивая более сложными материалами. Это также аналитика по фондовому рынку, которую мы готовим еженедельно по дивидендным акциям. Это регулярный обзор инвестиционных трендов, который я делаю по основным инвест-стратегиям для членов клуба. Это отдельные вебинары с ответами на ваши вопросы от меня. Это также отзывы об основных инвест-стратегиях от реальных инвесторов, на которые можно опираться с ними, можно связаться, расспросить инвесторами на важные темы. Это закрытый чат, где вы всегда можете задать свои вопросы, получить ответы. Это живые встречи для членов клуба, и сейчас мы запускаем программы, обучающие для детей членов клуба. Это также более выгодные инвестиционные предложения, которые мы стараемся делать за счет эффекта масштаба, что объединившись в клуб, мы выступаем как оптовик, и где-то можем получить заметно более чуть-чуть, где-то и заметно более выгодные условия. Если для вас это актуально, интересно, ниже под видео ссылка, пройдите, узнайте детали, жду вас.